добрый день дорогие друзья с вами капля продолжаем говорить об очищении совести сегодня я хочу поговорить о послушании знаете старая модель церкви когда несколько поколений минимум три поколения одной семьи жили под одной крышей очень способствовали тому чтобы наши дети видели наше послушание нашим отцам сегодня мы живем в разных помещениях и даже в разных городах а иногда даже в разных странах однако технологический прогресс настолько шагнул вперед что мы можем поговорить с нашими родителями абсолютно в любой момент времени и так послушание вообще послушание это одно из критических качеств человека которая очень сильно нам необходимо в жизни потому что в жизни случаются ситуации когда нужно просто послушаться не пытаться понять не пытаться проанализировать дать оценку и так далее просто послушаться это бывает жизненно необходимо когда мы говорим об угрозе жизни здоровью и так далее и вот очень часто дети страдают только потому что они не послушны вы знаете они ведь берут ту модель которую мы им показываем если мы с вами желаем чтобы наши дети наслушались нам необходимо самим быть кому бы то ни было послушно подумайте сейчас о ваших отцах если они живы я предлагаю вам просто позвонить и поговорить посоветоваться начните выстраивать отношения если они у вас разрушены попытайтесь услышать то что вам говорят ваши родители и покажите вашей семье что вы послушны этом не во всех конечно сферах и и так далее можно быть послушным нашим родителям но особенно когда мы уже сами родители я более чем уверен что для каждого из нас вот быть послушным это важно это важно в качестве примера для наших детей это важно в качестве руководство нашей жизнью направление нашей жизни и это важно в плане вот общих философского построения бытия нашего то есть когда мы с вами вот послушны тем кто органично стоит над нами то мы с вами будем не просто знаете вот требовать от людей там которые подчинены нам допустим от наших детей а мы будем понимать насколько трудно этому человеку будет выполнить наши требования когда над тобой никого нет ты не осознаешь вот этой пропасти между сказать и сделать можем потребовать от ребенка то что он просто не способен выполнить и тогда его непослушание будет совершенно оправданным но он будет наказан потому что он что-то не сделал более того требовать от человека то что он сделать не в состоянии это намеренно вводить его в грех непослушание со мной так поступали очень много раз я вам говорила моих якобы наставников которые зная что я никогда не поступлю с определенными принципами ставили меня перед выбором либо я буду послушанных абсурдным требованием и таким образом вы буду не послушен либо я останусь верным тем принципам которые воспитал во мне мой отец воспитал во мне мой пастор воспитал во мне мой господин который сидит одесную бога отца и тогда мои отношения с этими людьми будут испорчены и в любом раскладе мы в проигрыш поэтому никогда не ставьте своих детей перед такими выборами но это сложно когда вы сами не являетесь подотчетным и вы не являетесь человеком послушным вы не понимаете как трудно будет выполнять те требования которые к вам предъявляются если у вас нет того кто может быть над вами и кому вы обещали послушание и так друзья послушание наставникам послушание родителям показывает нашим детям ту модель жизни которая сделает их более успешным чем и и и и